Резиновые перчатки и марля, смоченная спецраствором. Все, что нужно для дезинфекции салона автобуса. Такую процедуру во всех 42 машинах автоколонны проводили всегда перед отправкой в рейс. Сейчас делают как минимум дважды в день и с раствором контихлора. Последний, вопреки мнению скептиков, эффективное средство профилактики. Вот именно она, вот этот коронавирус, как раз таки хлорка. Никакие спиртовые растворы, никакие они менее действенные. А вот хлор содержащие, оно нового поколения, у нас сертифицированы все, все инструкции, все у нас как бы все это есть. 200 таблеток, вот я хочу сказать. То есть две таблетки я развожу, рабочий раствор на 10 литров. Дезинфекция – лишь часть мер, принимаемых для профилактики распространения коронавируса на предприятии, рассказали мэру города. Водителей каждое утро осматривают медики. Одного с температурой 37,5 сегодня не выпустили в рейс, отправили в поликлинику. С симптомами ОРВИ не допускают и детей в детские сады. Впрочем, посещаемость в 47-м ДОУ стабильная. В группах в среднем по 20 человек. В каждой работают бактерицидные лампы. Сами воспитанники регулярно моют руки. Утренний фильтр у нас имеется, да, температура. У детей проверяется медсестра. Каждое утро к нам заходит. С родителями индивидуально проводятся беседы, как вести себя в общественных местах, что, ну, в основном акцент, что чем чище руки, тем лучше. Более того, в нынешней ситуации каждый родитель вправе отказаться от посещения ребенком детского сада. Достаточно написать соответствующее заявление. Оплата за непосещение взыматься не будет, так как это все связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая сегодня у нас в стране. Впрочем, о закрытии детских садов речи пока не идет, а вот школьники уйдут на трехнедельные каникулы. Они продлятся с 23 марта до 12 апреля. И это далеко не все меры, принимаемые в Благовещенске. На сегодняшний день действуют ограничения, связанные с выездами за границу. Практически сегодня запрещены выезды в командировки. Сегодня мы запретили выезды в страны Европы. Мы сегодня отменили проведение массовых соревнований, массовых концертов. Такие меры сейчас действуют не только в Благовещенске, на всей территории Дальнего Востока, Сибири, Урала и в других российских регионах. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».